Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. Первая неделя Нового года готовит множество сюрпризов для представителей всех знаков зодиака. Кого ждет денежный бонус, а кого рождественское чудо? Узнаем прямо сейчас. На этой неделе представители знака зодиака Козирог продолжают праздновать свои дни рождения. Подробнее об этом созвездии расскажет астролог Янина Балашова. Козирог. Люди, рожденные с 21 декабря по 20 января. Целеустремленные и ответственные. Основная цель в жизни типичного Козирога – максимально возможный личностный рост и достижение высокого ранга в обществе. Козирог всегда будет чувствовать превосходство над другими знаками зодиака, потому что никто не способен так умело управлять своими чувствами и эмоциями. Знак зодиака наделяет людей необыкновенным упорством в достижении цели. Однако это не сила воина, а дипломата. Стихия Земля и планета управитель Сатурн делает из этих людей отличных аналитиков, хитрых и расчетливых, продумывающих каждое свое действие до мелочей. Еще это знак практичности, мудрости, структуры, закона и порядка. Камни-талисманы – рубин и турмалин. Козироги – образцовые супруги, верные, заботливые, понимающие, всегда готовы оказать поддержку. К браку относятся со всей характерной им серьезностью. У Овнов будет возможность в первую неделю января не только хорошо отдохнуть, но еще и активно поработать на себя и свои интересы. Особенно успешная неделя будет для бизнесменов и фрилансеров. Интересные знакомства ожидают Овнов в поездках и путешествиях. Цельцам, как и Овнам, неделя принесет поездки, путешествия, встречи и новые впечатления. Романтическая сфера будет стабильной. Многие будут склонны почти все время проводить со своими вторыми половинками или поклонниками. Следить за состоянием своих финансов необходимо на протяжении всего периода. И еще астрологи советуют избегать спонтанных покупок. Близнецы в первых числах января будут на пике своей активности. Вы обладаете искусством, убеждением, красноречивы и коммуникабельны. Поэтому смело выступайте с обращением к руководству для обсуждения ваших перспектив. Несмотря на свою деловитость и неугомонность, не пытайтесь в один период решить все масштабные задачи. Если вы видели один и тот же сон уже несколько раз, скорее всего, он исполнится. Раки при первой же возможности предпочтут провести новогоднюю неделю на природе, за городом, вдали от мегаполиса и шума. Близкие люди составят компанию представителям водного знака, благодаря чему каникулы обещают стать очень приятными и спокойными. Размеренный ритм и хорошая экология улучшат самочувствие, наполнят силами, энергией и дадут новый импульс для активной жизни. Финансовая сторона будет стабильной, позволив потратить деньги на удовольствие для себя и своих близких. Львы немного заскучают в первой половине недели. Это произойдет в связи с отсутствием необходимого количества впечатлений и внимания к своей персоне, однако ближе к Рождеству активизируется ваше окружение и настроение заметно улучшится. Романтическая сфера доставит удовольствие львам, занятых поиском своей второй половинки. Знакомства, начавшиеся совершенно случайно, могут перерасти в долгосрочные отношения с классическим конфетно-букетным периодом и знаками внимания. Девы первую часть недели будут наслаждаться долгожданными каникулами. Появится прекрасная возможность посетить спа-салон, бассейн и сделать расслабляющий массаж. Весы будут испытывать некоторый дискомфорт во второй половине новогодней недели, так как внутренняя потребность в активных действиях будет слишком высока, но реализовать ее в полном объеме вряд ли получится. Выигрыши будут те, кто имеют возможность заниматься спортом и физическим трудом даже выходные. Это не только обеспечит хорошее самочувствие, но подарит возможность заработать и завести новые полезные знакомства. Романтическая сфера не будет в приоритете у представителей знака, так как они будут проводить больше времени с родственниками, друзьями или наедине с собой в ваших финансах без изменений по сравнению с предыдущим периодом. Скорпионы проведут неделю в путешествиях, поездках, встречах с родственниками и друзьями, а также в творческой деятельности. Многие получат предложения о новой работе, связанной с возможностью реализовать свои скрытые способности и таланты. Финансы стабильны, а намечающиеся перспективы очень оптимистичны. Стрельцы проведут достаточно активную неделю и помимо своей воли окажутся в центре внимания. Многие даже смогут правильно использовать возросшую популярность, начав активно развивать свои социальные сети. Козероги помимо дальних поездок или путешествий будут много перемещаться в пределах своего населенного пункта. Встречи с друзьями, а также теми, с кем долгое время не удавалось общаться, займут почти все свободное время. Многие во вторую половину недели будут вынуждены уделить внимание профессиональным вопросам, часто связанным с предстоящими переменами на работе. Финансовая сторона жизни будет стабильной и предсказуемой. Водолеям вряд ли удастся провести расслабленную неделю, так как их пригласят на незапланированные мероприятия, посетить которые будет необходимо. Часть из этих мероприятий будет связана с профессиональной деятельностью и работой, а часть – с увлечениями или хобби. Впрочем, результат компенсирует водолеям все приложенные усилия. Рыбы проведут достаточно размеренную неделю, когда большинство событий будут происходить по плану, а вмешательство извне будет минимальным, за исключением понедельника и вторника. Финансовая сфера позволит потратить достаточно крупные суммы на развлечения и пару давно запланированных дорогостоящих приобретений. Вот такую первую неделю Нового года обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова